МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тогда в Европе он возник чисто в медицинских целях – горло лечить. Ну, а потом человек узрел в нем сласть. Но разве имеет это значение, когда человек с советскими корнями никогда не забудет вкус барбариса-катюшеса, его взгляд будет вечно выискивать на прилавках раковые шейки и взлетные, а на пальцах до сих пор фантомная незримая липкость о склеившихся монпассе в железной банке? Сегодня предлагаю остановиться на карамельке дешевой, но с историей под загадочным названием «Гусиные лапки». Пик ее популярности в стране советов приходился почему-то на 60-е и 70-е. Кстати, ее наименование до сих пор остается спорным, мол, при чем здесь лапы гусей? Так окунемся же в истоке. Любимая карамель товарищей появилась еще в 19 веке. Ее история неразрывно связана с кондитерской фабрикой Абрикосова. Видимо, создатель руководствовался идеей, что странности порождают легенды, и завязал в крепкий узел сласть и птичьи конечности. Мифы со временем разлетелись, как гуси в небе. Одни говорили, что карамель гусиной лапки в своем составе имеет гусиный жир. Мол, карамель с начинкой из густой ореховой пасты именно поэтому и густая. Другие приписывали гусиным лапкам аптекарский след, учитывая, что издревле карамелью лечили горло. Вот и здесь создатели совместили приятное с полезным и решили в содержимое добавить экстракт целебной травы гусиной лапчатки. Третьи разводили руками и связывали название сугубо с подобием. А кто-то проводил аналогию с орнаментом на ткани гусиная лапка, таким популярным в конце 19 века. Но кто ж проверит? Факт в том, что после революции в 1917 году все кондитерские фабрики перешли в руки государства. Фабрика Абрикосовых получила имя рабочего Петра Акимовича Бабаева, председателя Сокольнического райисполкома Москвы. Однако конфеты в своих рецептурах остались неизменны. А вот обертка за многие годы менялась многократно. Но, несмотря на это, два гуся так и остались красоваться на этикетке. Однако это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова